Всем привет! Чувствую себя сегодня не очень. Все утро я провела лопнивку с белым другом. У меня есть на это несколько причин. Первое, возможно, я отравилась. Второе, возможно, я беременна. И третье, возможно, я себе самовнушаю, потому что хочу быть беременной. Да, мы с мужем уже 4 месяца пытаемся зачать третьего малыша, но у нас никак не уходит. Каждый месяц при этом я уверена, что я беременна. У меня все признаки беременности налицо. Задержки, конечно, никогда не бывают. И даже в этот раз до задержки 2 дня, но я в этот месяц тоже надеюсь, что получилось. Хотя все прошлые разы я настраивалась от того, что была только одна полоска. Но в этот раз я еще сильнее уверена, потому что вчера мама свекровная готовила жареные яйца. И мне было плохо от запаха этих жареных яиц. Меня прям выворачивало. А еще был случай, я шла по улице, на улице кто-то курил, какой-то мужчина, и меня вырвало прямо на дорогу. Извините за подробности, но обычно от запаха секрет, ну как бы запаха секрет, я могу переносить, но в последнее время у меня от запаха секрет очень плохо. У меня муж курит, и я прошу его не подходить ко мне, идти, чистить зубы, полоскать рот, чтобы отбить этот запах. Поэтому я уверена, я даже заказала вчера тест на беременность, целый набор тестов. И сегодня их уже доставят. Я не знаю, будет ли там одна полоска или две полоски, я просто хочу запечатлеть этот момент. Четыре месяца это небольшой срок для попыток, кто-то пытается годами. У кого-то получается с первого раза, как и у нас вместе с Элем. Когда Эль у нас получился буквально с первого раза, мы думали, что это чудо, и мы так рады, что в нашей жизни появился этот крыльпус. И я не помню свою жизнь, честно, до Эля, какой она была. Кирилл его просто обожает, это мой старший сынок, Эль второй сынок. У них разные отцы, но они очень дружные. И с отцом Кирилл я в разводе. Но мы с ним поддерживаем связь. Это как раз-таки из-за сына. Он спрашивает, как у него дела и все такое. Я отправляю ему фотографии Кирилла. И, кстати, в Корее у него второе имя Иоанн. Его все в садике называют Иоанн. В семье мы тоже называем его Иоанн. Только я называю его Кирюшей. В России он для всех моих родных тоже Кирилл. В общем, не знаю, зачем вам эта информация. Просто я немножко волнуюсь. Я очень надеюсь, что я сегодня сделаю этот тест. И появятся две полоски. Если не появятся, то я, конечно, расстроюсь. Но мы будем планировать и дальше. Муж вообще меня так настроен, что все его друзья пытаются очень долго. Кто-то пытается год. Кто-то уже пытается несколько лет завести второго-третьего ребенка. И ни у кого не выходит. Ну и он так настроен, что у нас тоже это все не получится с первого раза. Как это было с Элем. И он мне прям говорит, ну не расстраивайся. И вот каждый месяц он меня утешает, преобладряет. Говорит, у нас обязательно получится. Видимо, не в этот раз. Как по удастся, так и получится. Так что вот так вот. Сейчас я снова себя не очень хорошо чувствую. И мне кажется, я снова пойду обниматься с белым другом. Так что увидимся с вами чуть позже. Мне только что пришло уведомление о том, что посылку доставили. Ой, их сделать две. Ну вот, что было в посылках. Это тест на беременность я заказала вчера ночью. Доставили уже сегодня. Мне очень радует, что в Корее очень быстрая доставка. Тут целых три теста. И также заказывала Кириллу омега-3 жевательную. У нас как раз-таки закончилась омега-3 в капсулах, которую он до этого принимал. Ну что, была не была. Делаем тест. Если будет одна полоска, я, конечно, расстроюсь. Но переживу. Будем дальше пробовать. Если будет две полоски, мне кажется, я буду визжать просто от радости. Давай, появись, давай, появись, давай, появись, давай, пожалуйста. А? Что? А? А я не верю. Ничего себе. В этот раз. В этот раз это действительно две полоски. Боже мой. Вы. Вы не поверите, сколько я счастлива. Две. Две. Вы тоже их видите? Вы тоже видите две полоски. Я знала, я знала, я чувствовала, я чувствовала. Хоть я каждый месяц, я себя настраивала на то, что я беременна, но в этот раз я чувствовала, что это произошло на самом деле. Мне хочется прямо сейчас позвонить мужа, он на работе, и сказать ему, что я беременна. Или отправить фотографию теста, но я хочу как-нибудь преподнести это сюрпризом. В прошлый раз, когда я была беременна, я сделала так. Так, я положила тест в коробочку, а коробочку под новогоднюю елку. И он нашел эту коробку под новогодней елкой. Ну, это видео даже есть на ютубе. Вы можете посмотреть. В этот раз я тоже как-нибудь хочу сюрпризом это устроить. До задержки еще два дня. У меня есть в запасе два дня, потом он будет спрашивать. Потому что каждый месяц я делаю тесты. И каждый раз он мне спрашивает, ну что, беременна? Я не верю. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы сказали своим мужьям, своим молодым людям о том, что вы в положении. И я хочу сделать это сюрпризом. Чтобы он был в шоке. Конечно, я такой человек, который не может себе долго что-то хранить. Мне нужно сразу об этом рассказать. Но постараюсь, постараюсь что-нибудь придумать. У меня уже есть пару идей. Я не верю. Я до сих пор не верится. Дайте еще раз посмотреть. Я до сих пор не верится. Да, тут две полоски. Их видно прям так четко. У меня есть несколько идей. Нужно поскорее придумать что-нибудь, что-то организовать. Потому что долго себе это держать не смогу. Это уж точно. Мне хочется рассказать об этом всему миру. И сегодня, скорее всего, я расскажу только маме. Свекрови. Маме мужа. Она здесь, скорее, для меня очень близкий человек. С ней всем делюсь своими радостями, своими переживаниями. Она меня всегда поддерживает. Думаю, что... Я покажу ей тест, она будет рада. Знаю, что она хочет внучку. Еще одну. О, боже, мне не верится. И мне поскорее хочется записаться на УЗИ. Подождите. Два дня до задержки. Это получается сколько недель? Две недели и четыре недели акушерские. Да, четыре примерно недели акушерские. Потому что там уже начинается счет. Сначала последней менструации. А у меня она как раз таки была 15-го числа. Да. Думаю, что если сейчас пойду на УЗИ, еще будет слишком рано, и малыша ничего не будет видно. Но позвоню обязательно в больницу. В больницу. И спрошу у них, когда же можно записаться на УЗИ. Я не верю. Надеюсь, что... А, боже мой. Ну, думаю, что тест не ошибается. И вот эти вот все симптомы. Хотя до этого у меня были такие поддельные симптомы. Мне так тошнило. Я хотела постоянно спать. Это было каждый месяц перед началом моего цикла. Я думала, вот, в этот раз я 100% беременна. В этот раз. Ну, в этот раз, я уверяю вас, что... У меня было предчувствие. У меня было предчувствие. И мое предчувствие сработало на этот раз. Все полоски. Я и рада. И Мишка боюсь. И Эльке только годик исполнилось. Получается, я беременна. Они будут пугодками, да? Получается, год и девять месяцев. Будет разница, если я рожу через девять месяцев. Появилось много над чем подумать. Но я рада, что мы переехали. И теперь здесь, в новой квартире, есть место для третьего малыша. И вообще... Вообще... Я надеюсь на то, что будет двойня. Вот посмотрите просто на эти две полоски. Они такие жирные. Четко прям видно их. Думаю, что двойня. Хотя... Я всегда хотела двойню. Поэтому я в этот раз тоже думаю, возможно, возможно, двойня. Хотя, как мы справимся с четырьмя детьми? И эта квартира нам будет, кстати, маленькая с четырьмя. Нужно будет переезжать в квартиру побольше. Опять же, муж сказал, что... Когда я была беременна Елем, он тогда хотел двойню. Чтобы у нас было сразу трое детей. Но в этот раз он точно скажет, нам не нужна двойня. Давай хотя бы одного малыша родим и воспитаем троих детей достойно. С любовью. Чтобы они росли в семье, в которой я всегда мечтала жить. В полной семье, где мама и папа любят друг друга. В такой семье я мечтала жить. И в такой семье я хочу, чтобы жили мои дети. Все, я наболтала вам уже на очень-очень многое. Так что прощаюсь с вами. В следующем видео я... Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы рассказали своего мужа о том, что вы беременны. Мой муж, благо, не подписан на меня на YouTube. Либо я выложу эти видео уже после того, как я ему расскажу об этом. Обязательно запишу его реакцию на память. Как это было в прошлый раз. Потому что мы часто с ним пересматриваем это видео. Как он под елкой нашел коробку. Открыла. Там был тест на беременность. Там еще был... Мы еще были в России на тот момент. И там было написано беременно. Две, три... А, одна-две недели или две-три недели. Одна-две недели. Одна-две недели было. И он не знает русского языка. И он в переводчике переводил. Что же там написано. Включил камеру. Навел ему тест. И переводчик ему перевел. Им все на это нах. Ну все. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в следующем видео. Принимаю ваши поздравления. Все. Всем пока. Я очень счастлива. Я даже не знаю, как я сегодня буду спать. И вообще, как я буду держаться, чтобы не рассказать об этом вообще всем. Думаю, что я сейчас позвоню своей маме. Сначала ей расскажу. Потом пойду к свекрови. Расскажу ей об этом. А мужу расскажу в ближайшее время. Но сначала придумаю, как же ему это преподнести. Все. Всем пока. Спасибо, что посмотрели это видео. Вместе со мной. Разделились со мной. Это прекрасная новость. Продолжение следует.